Всем привет! С вами Нина Тарасова и я шеф-кондитер. И сегодня вместе с вами я хочу провести очень необычный и интересный эксперимент. Что же я придумала? Давайте посмотрим. Итак, у меня есть книга. Эта книга на немецком языке, выпущена в Германии в 1936 году кондитером Эриком Вебером. И все бы ничего, но что для меня было самое сложное, даже не то, что эта книга написана на немецком языке, которого я вообще не понимаю. Я никогда его не изучала и ни единого слова я не знаю. Это первое. Но, казалось бы, Google-переводчик, Яндекс-переводчик нам в помощь, но не тут-то было. Книга написана готическим шрифтом. Сейчас я вам продемонстрирую. Айнашрифт в 1941 году был запрещен по приказу Гитлера. Поэтому ни один переводчик, когда я этот текст сканирую, мне не смог помочь и даже примерно перевести, что же там написано. А книга интересная. Здесь очень много картинок. Рассказана теория. Здесь потрясающе. Посмотрите вот на этих шоколадных слоников с пальмами. И мало того, что вот эти слоники, так еще здесь приложена вот такая схема. Как этих слоников вырезать и как их делать. 1936 год. На минуту сколько. Но к слоникам я обязательно вернусь. У меня уже есть по поводу них одна идея. А вот еще хочу показать. Вот такие торты. Рассказан весь декор, как это, что делать. Но непонятно. Чтобы перевести один рецепт, который я сегодня хочу полностью воспроизвести, я обращалась к профессиональному переводчику, который владеет в совершенстве немецким языком. И с помощью этой девушки мне удалось перевести рецепт Штолина. Да, праздники близко. И Штолин это для меня, наверное, один из самых потрясающих видов выпечки, который мало того, что достаточно просто делается, если соблюдать все инструкции, так еще он долго хранится. И чем дольше он выдерживается, тем ароматнее, насыщеннее вкус его становится. И это идеальный подарок для друзей, когда вы все приготовили своими руками и такую потрясающую выпечку вы подарили. Я, когда уже получила перевод, начала сравнивать с тем рецептом Штолина, по которому я сама работаю уже много лет. И что же меня удивило? Первое. Если вы пробовали, либо делали Штолина, вы знаете, что туда идет марципан. В этом же рецепте 1936 года марципана нет вообще. Это было мое первое, наверное, такое достаточно сильное удивление. Думаю, угу, хорошо. Второе. Я всегда Штолины делаю на опаре. Здесь про опару не сказано ни слова. Третье. Когда я замешиваю тесто на Штолин, сливочное масло, я сначала взбиваю до состояния кремовой такой помадки вместе с сахаром и потом добавляю остальные ингредиенты. Здесь последовательность совершенно другая. И мне очень интересно его приготовить. Я хочу это сделать вместе с вами. Для меня это тоже будет в первый раз. Я, честно, я не знаю, что у меня получится. Я не знаю, получится ли у меня вообще. Потому что, в принципе, и продукты уже другие, и, возможно, качество муки, сливочного масла, дрожжей. И все это может повлиять на какую-то финальную структуру. Но мне интересно. И сегодня я придумала сделать вот такой рождественский эксперимент, что если, кстати, спойлер, если вы смотрите сейчас это видео, значит, у меня все получилось. Но пока что, пока я это снимаю, я еще не знаю, что будет в финале. Про марципан что я скажу? Если вы его любите, то можете добавить вот эту марципановую колбаску, когда мы будем формовать наш Штолин. Если вы его не любите, например, у меня в семье Штолин предпочитают только без марципана. А если я его закладываю вовнутрь, то у меня просто в семье его выковыривают, а вот саму сдобу уже едят. Штолин это... А давайте, знаете что? Давайте я прочитаю, что же... Вот мой перевод, который мне сделали. Что пишут в этой книге про непосредственно сам Штолин? Во-первых, это саксонский Штолин. То есть он именно из этого определенного региона. Первое. Как готовят увесистые саксонские Штолины? Способ приготовления. Тот же самый, как и в случае приготовления любого иного дрожжевого теста. Единственное различие является тем, что в Штолин добавляют большое количество изюма, миндаля и цукатов. Из теста образуют и выпекают кусок, похожий на форму продолговатых сортов хлеба, весом 1,5-2 и более килограмм. После выпечки Штолин смазывают большим количеством сливочного масла и посыпают ванильным сахаром. Здесь, опять же, маленькое отступление. Я, когда готовлю Штолин, всегда, насколько я изучала эту рецептуру, покрывают не просто растопленным сливочным маслом, а маслом а-ля Берназет. То есть сливочное масло, которое топит, даже не топит, а скорее выжигает весь молочный фермент, чтобы масло приобрело полупрозрачную золотистую структуру цвета и имело аромат фундука, жареного фундука. Вот, это Берназет, французское название, но, тем не менее, используется оно во всем мире. И посыпается Штолин, на сегодняшний день, сколько я их не встречала, не сахаром, а сахарной пудрой. Возможно, здесь не совсем был точный перевод, и все-таки сахарная пудра нам необходима, потому что, когда на только-только смазанный Штолин вот этим сливочным маслом, то есть Штолин влажный, мы посыпаем сахарной пудрой, образуется очень плотная корочка, которая не дает выходить влаге и аромату. И именно поэтому на Штолин очень долго хранится в холодильнике, и даже не то, что хранится, он выдерживается, чтобы раскрыл как можно интенсивнее свои ароматы. Далее, как должен выглядеть кусок дрожжевого теста? Кусок дрожжевого теста должен быть достаточно большим и плотным, упругим, по аналогии с другими увесистыми видами теста. Какой консистенции должно быть тесто? Тесто должно быть достаточно плотным. В случае мягкого теста Штолин при выпечке потерял бы свою форму и расплылся бы в ширину. То есть у нас бы, если бы это было тесто а-ля на бриошь, то есть воздушное, мягкое, такое прям вот с потрясающим глютеновым окном, с потрясающими нитями, когда мы растягиваем это тесто только подошедшее, то да, у нас бы ничего не получилось, потому что Штолин выпекается без формы, и эта булочка-приошь просто бы вот из такого расплылась бы в большую-большую лепешку. Следующее. Как добавлять изюм и цукаты в тесто? Уровень качества Штолина зависит от качества изюма и цукатов. По этой причине в тесто добавляют большое количество упомянутых ингредиентов. Если поместить изюм под тесто, то оно станет серым. Во избежание такого эффекта в изюм вливают большие куски теста с обеих сторон, чтобы таким образом изюм впитался. Я так думаю, что здесь имеется в виду, что изюм добавляется на последнем этапе замеса нашего теста, чтобы тесто полностью окутало изюм. Благодаря тому, что тесто у нас будет очень плотное, изюм не сможет осесть на дно. Потом тесту дают забродить, и при столкновении кусков теста изюм полностью перемешивается. Рекомендуется тесто с добавлением изюма не слишком обрабатывать. То есть, когда мы уже добавили изюм, тесто дополнительно мять, вымешивать не нужно, потому что изюм будет наше тесто разорвать. Как и сколько времени выпекать рождественский Штолин? После приготовления теста для рождественского Штолина его сразу выпекают. А дальше идет, правда, немножко по-другому. Промежуточное время между приготовлением теста и его размещением в духовке не должно занимать более чем несколько минут, в связи с тем, что Штолин должен развиваться в основном при температуре духовки. Как только его разместили в духовке, добавляют немного водяного пара в духовку во избежание слишком быстрого образования корочки и для того, чтобы Штолин имел возможность лучше подняться. Время выпечки составляет для маленьких Штолинов приблизительно 45 минут при температуре 160-170 градусов Цельсия. А дальше идут несколько вариантов рецептов. Штолин с изюмом первого сорта, Штолин с изюмом второго сорта, Штолин с изюмом третьего сорта и Штолин с миндалем первого и второго сорта. То есть различные варианты. И отличаются они количеством сливочного масла, сахара и самой начинки. А теперь давайте перейдем непосредственно к делу. И я расскажу вам про ингредиенты и те небольшие вариации, которые я все-таки изменила. По самим ингредиентам. Что я хочу сказать? Рецепты были указаны в пропорции на 4 килограмма муки. Это очень много. Я уменьшила в 2 раза. Итого у нас получилось 2 килограмма муки, 110 грамм дрожжей, 500 грамм молока, 875 грамм сливочного масла. Да, много, но Штолин без масла это не Штолин. 250 грамм молока, 250 грамм сахара, 32 грамма приправы для Штолина, килограмм 750 грамм изюма, 250 грамм цукатов и 60 грамм горького миндаля. Горького миндаля я не нашла, у меня просто сладкий миндаль. Если у вас есть экстракт горького миндаля, каплю можно добавить. И смотрите, по приправе для Штолина. Здесь у меня есть некоторые вопросики. Здесь идет 25 грамм мускатного ореха, 10 грамм кардамона, далее 80 грамм ванильного сахара и 250 грамм лимонного сахара, то есть сахар смешанный с цедрой лимона. Итого получается, что на 2 килограмма муки у нас будет 530 грамм сахара. Для меня это много, поэтому я что сделала? Я дополнительно, который у нас ванильный и лимонный сахар, я сделала только 150 грамм. То есть у меня идет 250 грамм сахара в тесто и дополнительно 150 грамм я смешала с цедрой. Цедры должно быть много. Здесь написано от 5 лимон, то есть 10 лимонов на 4 килограмма муки, у меня 5 лимонов, 150 грамм сахара, 5 лимонов, цедра только, и 1 апельсин. Ванильный сахар я не добавляла, я добавляла ванильную пудру, которая делается из сухого стручка ванили. И дальше, да, мускатный орех и кардамон. Если вы не совсем любите эти пряности, можно добавить корицу. Для Штолина тоже корица очень хорошо. Про цукаты. Смотрите, цукаты у меня покупные. Вот такие. Это апельсиновые цукаты я добавляла и лимонные цукаты. Цукаты можно сделать дома, вообще без проблем абсолютно. Единственное, это очень долго. Как мы делаем цукаты? С апельсина, либо лимона, при помощи овощечистки, мы снимаем тоненькую кожицу. Здесь, если вы обратите внимание, то кожица плюс у нас вот эта белая часть от лимона, либо апельсина, она также здесь присутствует. Это читерство для меня, потому что вот именно вот эта белая часть, она дает горчинку. Но в данном случае здесь, в покупных цукатах, обусловлено это тем, чтобы вес был больше. И, собственно, продать больше. И сделать больше, но себеско получается меньше. Когда мы снимаем овощечисткой, мы снимаем только вот эту ароматную часть, без захвата белой части. И наши цукаты будут тоньше, более прозрачные и более яркие на вкус, без сильной горчинки. Плюс, как избавиться от горчинки? Что мы делаем? Мы снимаем эту шкурку, нарезаем на толщину тех полосок, которые нам необходимы, и варим в трех водах. Просто вода, без сахара, без всего. То есть, мы берем сотейник, наливаем воды, добавляем туда всю нашу цедру и доводим до кипения. Сливаем, снова заливаем холодную воду, доводим до кипения и снова сливаем. В третий раз снова холодная вода, доводим до кипения, сливаем. И вот этими тремя манипуляциями мы избавились от горчинки в нашей цедре. Следующий этап. Мы делаем сахарный сироп один к одному. То есть, в зависимости от того, сколько у вас цукатов, вам необходимо в два раза где-то больше сахарного сиропа. То есть, взвесили, посмотрели, сколько у вас получается веса ваших цукатов. Предположим, один килограмм цедры. И, значит, вы берете в литр воды и килограмм сахара. Сироп делаете, доводите его до кипения, до полностью, чтобы сахар растворился. Добавляете туда вашу цедру и доводите до кипения. Сняли с огня, накрыли крышкой, оставили на сутки. На следующий день снова довели до кипения, сняли с огня, накрыли крышкой и оставили на сутки. Третий день сняли крышку, довели до кипения, сняли с огня и оставили на сутки. И вот через три дня ваши цукаты будут полупрозрачные, янтарные, красивые, в густом-густом сиропе. И можно перекладывать в банку, и достаточно долго они у вас будут храниться, потому что это как варенье получилось, а сахар это прекрасный консервант, поэтому здесь не переживайте. Можно добавить, если у вас есть какие-то высохшие стручки ванили, можно добавить туда же. Можно дополнительно к воде, если на килограмм сахарного сиропа, можно добавить грамм 300-400 апельсинового либо лимонного сока, вот с тех апельсинов или лимонов, с которых вы снимали вашу цедру. Добавить туда же, еще ярче будет вкус ваших цукатов. Как бы это долго, но можно сделать один раз, и вам надолго и хватит, и всегда у вас будет запас прекрасно вкусных цукатов. Сейчас переходим к нашим ингредиентам, которые я уже подготовила, и расскажу про каждое немножечко поподробнее. Мука. 2 килограмма муки. Какую муку я использую? Я использую муку манитоба. Нам для любого бриошного теста, для любой из добы, дрожжевого теста, нам необходима мука с повышенным содержанием белка. То есть здесь у меня 13% белка, видите, где даже нарисованы там всякие круассаны булочки, идеально для дрожжевого теста. То есть смотрите, когда убираете муку, у нас есть вот здесь вот параметры, и смотрите всегда, сколько у нас белка в муке. Здесь 13 грамм. Дрожжи. У нас 110 грамм дрожжей. Я так понимаю, что судя по количеству, это живые дрожжи. Использую вот такие живые дрожжи, просто первые, какие у меня попались в магазине. Вы также можете использовать сухие дрожжи, но тогда пропорция 1 к 3. То есть в 3 раза меньше сухих дрожжей, чем у нас указано живых. Молоко. 500 грамм молока, обычное, жирное, 3,5% молоко я буду использовать. В рецепте не указано, что в молоко нужно добавить дрожжи и растворить их. Там написано, просто добавляйте в замес дрожжи и молоко, и муку, и все. Я все-таки сделаю так, чтобы у меня не было кусочков дрожжей. Молоко нагрею до 24-25 градусов, идеальная температура, чтобы ввести мои дрожжи. Далее, 250 грамм сахара, просто обычный сахар. 32 грамма приправ для Штоллина. Здесь у меня и кардамон, и мускатный орех, и ваниль. Я их уже заранее смешала. Здесь порошок ванили. Изюм. Здесь указано, что цукаты нужно замочить в роме. Так как у меня по остатке цукатов меньше, чем изюма, то я изюм замочила в горячей воде, чтобы он у меня разбух, чтобы он у меня стал мягкий, и туда же добавила где-то 200 грамм темного рома. Это также может быть коньяк, это может быть светлый ром, виски, лимончелло, гран-марнье, любой ароматный какой-то алкоголь. Здесь как бы тоже есть некоторые споры. Например, один итальянец, который работает очень много с панеттони, мне рассказывал, что он никогда не замачивает изюм для панеттони, потому что туда, в сам замес теста, идет огромное количество сливочного масла. То есть у нас получается жирное тесто, как, собственно, и в штолине. На 2 килограмма муки у нас 875 грамм сливочного масла. Он почему не замачивает, что тесто долго настаивается, тесто долго бродит, очень медленная расстойка, потому что штолины делаются на левитой мадре, на закваске, не на дрожжах. И изюм пропитывается вот этим жиром и влажностью самого теста. В данном случае у нас расстойка будет минимальная, поэтому я все-таки решила изюм замочить. Сейчас я его солью, отожму и потом буду добавлять в тесто. Сливочное масло. Да, его очень много. Я заранее нарезала его кубиками. Какое сливочное масло я использую? Я использую сливочное масло Зеландия. Для меня это самое лучшее сливочное масло для выпечки. 84%, 33 градуса у него температура плавления, сильнейшая, вкуснейшая сливочная ароматика и, естественно, тот вкус, который он придает любой выпечке, он будет просто шикарнейшим. Это как бы мой выбор. Я его действительно обожаю, всегда придерживаю, чтобы работать на качественных продуктах. Сливочное масло в данном случае здесь, как я понимаю, то есть в рецептуре нету подробного объяснения, ну а так как мы сливочное масло добавляем после того, как мы смешали молоко, муку и дрожжи, мы добавляем сливочное масло. То есть я так понимаю, что идет метод замеса, как на бриошь, когда сливочное масло должно быть холодное, не размягченное, чтобы наше тесто не перегревалось. Тесто не должно нагреться выше, чем 24 градуса. Цукаты. У меня это микс цукатов апельсиновых и лимонных. Также у меня есть лимонный сахар, то есть я 5 лимонов, 1 апельсин и 150 грамм сахара. Я перетерла, чтобы у меня сахар стал ярко-желто-оранжевого цвета. Когда мы перетеряем, слышите, вот так вот до хруста, цедра, которую я натерла, она отдает все свои эфирные масла и аромат получается просто шикарный, просто вот устоять невозможно, насколько он сильный и яркий. И также у меня еще есть 60 грамм миндаля. Я его просто мелко порубила. Горького миндаля нету, но я думаю, со сладким миндалем тоже. Кстати, в Штоллен второго сорта идет именно сладкий миндаль. А теперь приступаем к замесу. Так, первое, что я сделала, я молоко нагрела до 24 градусов. 24-25 градусов – это идеальная температура для того, чтобы смешать дрожжи с жидкостью. Выше не рекомендую, не совсем будет комфортная температура для дрожжей. Перемешиваем, чтобы нигде у нас на дне ничего не прилипло и дрожжи полностью разошлись в нашем молоке. Если делать опару, то из общей части муки мы добавляем небольшую часть вот в эту молочную смесь, ну, я думаю, на 500 грамм, грамм 100-150 муки, перемешать и дать минут 30 подойти. А потом эту опару вместе с остальной частью я уже обычно смешиваю. Так, все. У меня ничего не осталось, никаких комочков, все разошлось. И вот такая получилась масса. Я буду действовать по рецепту, я не буду делать опару, я не буду ждать, пока у меня что-то здесь начнет бродить. Я сразу начинаю готовить тесто для Штолина. Как я буду проводить процесс замеса? Я обычно работаю всегда, если какое-то дрожжевое тесто, брюшное тесто, тесто на ромовую бабу, да любой вообще вид теста, я работаю на кухонном комбайне. У меня дома два кухонных комбайна Кенвуд. Я их люблю, не могу. Для меня это самое монументальное, машина, которая прекрасно себя показала в процессе работы на протяжении большого количества времени. Я начала с Кенвудом работать, наверное, уже лет 10, как. У меня первый был Титаниум Шеф, потом я его подарила сестре, он бережно до сих пор у нее работает. Сейчас у меня Кукин Шеф и Кукин Шеф XL. На Кукин Шеф я также работала в ресторане, когда я работала в ресторане шеф-кондитером. Я сразу сказала, что мне нужен именно Кенвуд как рабочая машина. И, собственно, он у нас прослужил верой и правдой все время, что я там отработала. Сейчас, не знаю, просто меня уже там давно нету. Мы делали и хлеб, хлеб бородинский, хлеб на заквасках, хлеб дрожжевой, мы делали бриоши, мы делали бромовые бабы, мы делали бисквиты, меренги. То есть он у нас работал всю смену, то есть порядка 12-14 часов он постоянно у нас работал. Никаких нареканий к нему не было вообще никогда. У меня он не ломался ни разу. То есть вот сколько я с ним работаю вообще такого, чтобы мне там струны отлетели, либо там мотор, что-то с мотором было не так. Это вообще нет. Плюс, что еще могу сказать по опыту в институте гастрономии, мы тоже работаем на Кенвуде. И даже делали одно тестирование, у нас есть киченейт в одной аудитории, в другой Кенвуд. И мы замешивали тесто на ромовую бабу. Чтобы вы понимали, тесто на ромовую бабу замешивается порядка 40-50 минут. Это очень длительный, долгий процесс для того, чтобы развился очень правильный глютен и очень хорошая, грамотная была текстура полужидкого теста. А киченейт не справляется. У него перегревается мотор за это время. Если идет перегрев мотора, то само собой тесто тоже нагревается, а превыше, чем 24-25 градусов для дрожжевого теста, начинается процесс брожения, и у нас вся структура теста ломается, начинается расслоение, и выглядит все это ужасно. И по результату не получится то, что планировалось, что задумывалось. Кенвуд же не перегревается, и поэтому я в отличайшем восторге от этой машины. Очень рада, что она у меня есть. Кстати, близятся новогодние праздники. Если вы не знаете, что попросить у любимого на Новый год, то моя искренняя рекомендация, действительно эта машина прослужит вам очень долго, сэкономит ваше время, и подарит массу приятных минут, часов работе на кухне, как вот это, такое удовольствие получаю я. Если интересно, у меня есть промокод на Кенвуд, на официальном сайте, введите Никси, и вам будет много приятностей. Следуем четкой рецептуре, меня смущает процесс замеса, потому что здесь идет в чашу сразу добавляется, то есть нам нужна насадка крюк, специально для дрожжевого теста. Нам нужно в дюжу, вот в эту емкость, поместить 2 кг муки. Нам нужно добавить дрожжи и молоко. Дрожжи с молоком мы уже перемешали, и я их начинаю добавлять. Это мало. У нас не получится образовать хорошее тесто, и поэтому далее пишут, что сразу вводите сливочное масло, сахар и приправы. Посмотрим, что получится, действительно, очень много что смущает, но я доверюсь этой книге, потому что я все-таки, да, действительно, делаю по-другому. Мы начинаем на минимальной скорости перемешивать. Ни в коем случае не ставьте сразу высокую скорость, потому что у вас все просто разлетится в разные стороны. Вот чуть-чуть добавляю сливочное масло. Не написано, что оно растопленное, взбитое или какое, просто, что мы его добавляем. Ну, хорошо, добавляем. Обратите также внимание, что у нас нету никаких яиц, в Штоллины не добавляют яйца. Пока выглядит очень сухо. Посмотрим, что будет дальше. Машине тяжело, я это вижу. Мне смотреть на это тоже тяжело. Как я сказала, в Кенбуд, я верю, у него обязательно получится. Очень, очень популярен Штоллин в Японии. Я когда работала в Японии, и это как раз было под Рождество, и меня повели по разным магазинам, посмотреть, что по кондитерским, и везде были Штоллины, и люди скупали их только так, массово. То есть, там даже Штоллин был намного популярнее, чем те же самые Моти. А еще в Японии безумно популярен десерт, тоже немецкий, Баумкухен. Слышали про такой десерт? Это, я даже не знаю, к чему ему от него отнести, это как бисквит, только он выпекается, вот, если вы видели, как шаурма делается, да, она делается на таком вертеле, накручивается мясо, вертел крутится, и мясо слой за слоем, оно пропекается. Вот Баумкухен тоже самое, только вертел не вертикальный, а горизонтальный, и он постоянно крутится, а сверху льется тонкое-тонкое тесто, а-ля бисквитное, блинное, что-то среднее, и вертел над огнем крутится, слой подпекается первый, второй слой теста, потом третий, четвертый, и на срезе он как с пилу дерева, когда много-много колец. Вот то же самое это Баумкухен. Дома его, ну как бы, мне приготовить в той оригинальной версии, в которой он есть. Кстати, рецепт Баумкухена тоже есть в этой книге, я уже посмотрела и увидела, но у меня вертела нету, поэтому мне вам его не показать. Итак, я добавила все сливочное масло, теперь написано, что мы добавляем сахар и приправы. Так, пошел сахар, дальше я добавляю лимонный сахар. Здесь не указано ничего про соль, но я соль всегда рекомендую добавлять. Щепотку соли обязательно, потому что соль это самый доступный усилитель вкуса. Соль никогда не будет у вас лишней ни в бисквите, ни в дрожжевой, ни в какой-либо иной выпечке. Обязательно добавляйте щепотку соли. Так, сахар я добавила, теперь пошли пряности. Так, тесто начинает образовывать свой однородный вид, что приятно. Я попробую увеличить немножко скорость. Пошел такой яркий аромат пряностей. сейчас у меня скорость на единицы из десяти возможных. Естественно, в этом тесте при таком количестве сухих ингредиентов и жидких, пропорции у нас намного больше за двух, чем жидких, плюс нету яиц, у нас здесь того самого глютенового окна, как для бриоши, у нас здесь не получится. Это другой выпечки, не переживайте по этому поводу, что тесто такое плотное. Именно такое тесто должно быть для Штолина. Вот сейчас мне уже прям нравится. Я жду, чтобы у меня все перемешалось в течение нескольких минут, чуть более однородное хочу получить тесто, и после этого вручную я буду перемешивать свои кухаты и изюм. Изюм я уже заранее слила, и сейчас он чуть-чуть подостынет и можно будет перемешать к нашему Штолину. На финале я чуть увеличиваю скорость на последней минуте. Обратите внимание, как бы много тугого теста не было, я вот сейчас трогаю мотор от ледяной. У меня совсем ничего не нагрелось. Это фантастика. Итак, смотрим, что у нас получилось. вот такое тугое, очень тяжелое маслянистое тесто. Работать дальше с ним надо очень быстро. Сейчас оно холодное, до температуры, которая мне необходима. Я думаю, здесь около 20 градусов. И мне нужно перемешать сюда цукаты и изюм. Это в принципе можно сделать в машине. давайте я покажу. Я заворачиваю туда свои цукаты и снова помещаю в машину. И мы перемешиваем это дело в машине. Если у вас такая большая дюжа, да, я знаю, что другие кухонные комбайны имеют намного меньше литра, чем здесь. Здесь, если я не ошибаюсь, 5 литров, то это дело можно сделать вручную. Показываю, как это сделать вручную. Если вы работаете и у вас дома жарко достаточно, то откройте окно, если это зима. Ну, что лин обычно делают зимой. Итак, я чуть-чуть подроспала. Теперь буду выкладывать изюм. тесто не липнет ни к столу, ни к рукам и его надо хорошо вымесить. Я думаю, если для вас эта пропорция слишком большая, ее смело можно уменьшить еще в два раза. У меня в семье Штоллины любят, плюс я хочу сделать их на подарки друзьям, поэтому наши руки не для скуки. Я надеюсь, что у меня все получится, потому что перевести такое количество хороших продуктов будет безумно жалко. Так, снова сейчас немного раскатаю. То, что оно рвется, не переживайте, это у меня неразмешанный изюм. орешки. у нас еще орешки. И продолжаем вымешивать. когда вы замачиваете ваш изюм, хорошо его оставить на сутки. Вот в этой смеси с ромом обязательно накрыть крышкой либо пленкой, чтобы весь аромат остался внутри. Туда также по желанию можно добавить пряности. Палочку корицы, ваниль. если вы против алкоголя, хотя алкоголь весь испаряется в процессе выпекания, этот десерт спокойно можно детям, можете заменить на сок цитрусов. Либо на чай. Чай с бергамотом, он прекрасно раскрывает сухофрукты. Итак, долго ли, коротко ли, но я объединила такое количество изюма, цедры, орешков в нашем тесте. И вот далее в рецептуре небольшое противоречие. То есть в описании, которое я вам читала, было написано, что тесто замешивается и незамедлительно сразу выпекается. Когда же мы переходим к процессу работы над тестом, уже сама рецептура, то здесь написано, что нам нужно тесту дать подняться два раза по 30 минут. Всегда повторно замесить. Хорошо, давайте действовать так. По моей рецептуре, по которой я обычно работаю со штолленами, у меня дать тесту постоять 15 минут. После этого я формую свои батончики, даю им подняться 30 минут и выпекаю. Вот этого этапа два раза обмять через 30 минут у меня нету, но попробуем сделать, как написано. У меня есть моя любимая мисочка, она, правда, маловато будет, но это самая большая мисочка, которая у меня есть. Это мисочка, которая мне досталась в наследство от моей бабушки, она старше, чем я, и в ней обычно я всегда растаиваю дрожжевое тесто. Что ж, попробуем. я смазала небольшой миску, да, ладно, половина наполовину, половину в одну миску, половину в другую миску. Вот, первая часть теста, вторая часть теста, сейчас накрою и уберу на 30 минут, посмотрим, что будет через это время. Итак, вот таким образом, два раза у меня уже поднялось мое тесто, ну, как поднялось, не особо оно поднялось, тем не менее, я вижу, что процесс брожения у меня начался, и в первый, второй раз я делала обминку, сейчас мы тесто взвесим и разделим на общее количество штоллинов. Так, из этого количества ингредиентов у меня получилось 6,5 килограмм теста. Так, я разделила по 850 грамм, остался маленький кусочек, и сейчас я просто его раскидаю. Что теперь мы делаем со штоллинами? Мы не сильно с его мнем, мы не замешиваем, мы руками аккуратно распределяем вот такой небольшой прямоугольник и заворачиваем друг на друга, чтобы получился такой а-ля сочинь. Я это называю форма сочинь. Вот так, вот так у нас получилось. И перекладываем все их на противень. Если вы хотите положить марципан, то марципан выкладывается вот сюда вот, колбаской, и потом точно так же просто закрывается. и у вас марципан будет внутри. Но так как в этом рецепте его нету, мы его использовать не будем. Так, из этого количества теста у меня получилось 7 штоленов. Здесь 5, и еще на другом противне еще 2. Хоть в рецепте и не сказано, но я все равно всегда выпечку покрываю лизоном. яйцо смешанное с молоком один к одному для более румяной корочки. Теперь, когда мы это поставим в духовку, духовку я разогреваю сейчас до 160 градусов, написано, что нужно сделать пар. Как в обычной духовке сделать пар, если его нету. Я просто беру горячую воду, кипячу ее в чайнике, и когда уже поставила свою выпечку, там хлеб, например, тоже нужно для хлеба пар сделать, то из стакана я на дно своей раскаленной духовки быстро выливаю полстакана и тут же закрываю дверь. Просто будьте осторожны, чтобы не обжечься. Кто-то кидает на дно духовки лед, кубики льда, что тоже имеет место быть, можете поступить таким образом. И посмотрим, что же у меня получится. Я также все-таки хочу не просто растопить сливочное масло, а сделать бурно-зет. Нагреваем мы его до 85 градусов, процеживаем через сито и обязательно охлаждаем, так как нужно поливать горячие штолины, сливочное масло должно быть охлажденное, чтобы масло не впиталось вовнутрь, а только покрыло у нас поверхность. Это готово и выпекаем. Итак, смотрим, что у меня получилось. Они немного взорвались. Я так думаю, что это как раз от пара. Вторую партию, где у меня два еще осталось, я сейчас выпекаю без пара, но пока они горячие, нам их нужно специально обработать, чтобы штолин стал штолином. У меня вот это самое бюгна зетт, и сейчас я очень быстро покрываю все это растопленным маслом очень обильно. Вот таким образом. Таким образом поступаем со всеми нашими штолинами. Итак, мои штолины готовы, они еще горячие, сейчас их можно переложить на решетку, чтобы они полностью остыли, и только после того, как они полностью остынут, их уже можно пробовать. Да, у меня семья любит, когда они прям вот свежие, один-два дня, это просто идеально. Но кто-то, я знаю, любит по классике, когда они выдерживаются около, кто-то выдерживает от месяца до трех, даже вот так вот, но для меня они уже сухие, вот как бы там не раскрывались ароматы, это уже не та сдоба, которую я люблю и предпочитает моя семья. Поэтому вы смотрите сами. В рекомендациях у этой книги не было ни слова сказано про хранение, про сколько их выдерживать, просто приготовьте и все. Как я их выпекала, давайте еще акцентирую это внимание, я их пекла при 160 градусах 45 минут, но через 40 минут я начала их проверять. Я всегда проверяю на термометр щуп, то есть когда они уже поднялись, когда они раскрылись, когда уже очень-очень румяная корочка и время подходит к концу выпекания, я беру термометр щуп в центр, обязательно в центр до середины протыкаю этим щупом свою выпечку, будь то бриоши, будь то хлеб, будь то штолен, и проверяю температуру внутри моей выпечки. Мне нужна температура 84-85 градусов, это идеально пропеченная любая сдоба. Я проверяла и действительно через 45 минут у меня была именно та температура, которая мне нужна. После того, как они остынут, их уже можно завернуть в пергаментную бумагу и убрать в холодильник на хранение, либо попробовать. Ждем, пока остынут и будем пробовать вместе с вами. Ну что, друзья, вот он момент истины. Посмотрите, какой хорошенький. Аромат вообще на всю кухню. Ко мне даже соседи сегодня постучались и спросили, чем так пахнет, потому что даже в коридоре, даже в общем коридоре аромат выходит. Помещала кусочек, если у меня все получилось, потому что я действительно сама еще не знаю, что же там внутри и какой он будет на вкус. Уверена, вам, как и мне, не терпится попробовать. Давайте не откладывать все дело в долгий ящик и отрезаем кусочек. Ух ты! Посмотрите только какая красота! очень-очень много аромата. Я чувствую больше кардамон и мускатный орех, чем корицу. Хотя я корицу безумно люблю и хотела бы, наверное, больше чувствовать ее. Много цукатов, очень много цукатов, белый изюм. Чуть-чуть он еще тепловат, я не смогла дождаться полностью, полностью, когда он остынет, потому что просто не терпится. И из-за этого кажется, что он как будто недопечен. Температура была внутри даже где-то около 90 градусов. То есть он 100% когда остынет будет у нас полностью готовый. Влажный, сочный. И теперь давайте попробуем. Ну что, друзья, я его сейчас попробую. Это очень интересно. Не знаю, что меня ждет, но давайте вместе продегустируем тот самый Штоллен, который по рецепту 1936 года. из немецкой книги. Вау. Вау. Я сейчас даже не знаю, когда писать. Во мне борются куча эмоций. во-первых, то, что это часть такой истории. Этому рецепту столько лет. Боже, он такой нежный. Пряности раскрываются именно на послевкусе. Сейчас у меня просто фейерверк богатых пряных ощущений. Настолько они бархатные, теплые, зимние, безумно вкусные. Сейчас заиграла цедра. Первое вот это ощущение вкуса это большое количество цукатов и апельсина. Их очень много. Я действительно их очень сильно люблю. Я знаю, что не все любят изюм, не все любят цукаты, но я сейчас нахожусь в шоке. Я сделала что-то очень крутое. И я настолько собой горжусь, я настолько рада, что у меня все получилось. Несмотря на то, что ингредиенты поменялись, не зря что там в духовке те же самые поменялись, уже совсем другие. Но это так вкусно! Я настоятельно рекомендую вам его приготовить, ощутить вот эти эмоции вместе со мной и прикоснуться к истории, к истории немецкого десерта, такого, как штолен. Ребят, оно стоит того. Все эти ингредиенты, все эти трудозатраты, когда мы его замешиваем вместе с цукатами, вместе с изюмом, вместе вручную, оно реально стоит того. Вау! Я действительно первый раз его сейчас попробовала, и у меня аж слезу пробило. Это реально очень круто. Что я хочу сказать? Эксперимент удался, я хочу продолжать в том же духе. У меня есть еще одна интересная книга 1900 года Le Cordon Bleu на французском языке. Я сейчас занимаюсь ее переводом, и если вам понравился этот формат, если вам понравилось участвовать в таком историческом кулинарном поединке, если так можно сказать, то напишите пожалуйста в комментариях, чтобы я пекла неистово, что я и вам рекомендую. Пеките неистово, пусть вам будет очень вкусно, и обязательно приготовьте, попробуйте этот рецепт. Он нереальный, просто вау. Я довольна, всем желаю приятного дня, вечера, утра, не знаю, когда вы это посмотрите, и самое главное, пусть на вашей кухне всегда будет вкусно. Вы только посмотрите, какой чудесный вышел Штолин по этому рецепту. История, вкус, пряности, цукаты, все это в одном кусочке. Рецепт. Рецепт. Рецепт.